Пришли на лечение, подхватили вирус. В Запорожской области пациенты заявили, что в одной из райбольниц их заразили гепатитом С. Все пострадавшие находятся на аппарате искусственной почки. Утверждают, во время процедуры гемодиализа это и произошло. Ситуацию разбирался Сергей Бордюжа. 6 пациентов из 12 именно столько заразились гепатитом С во время процедуры гемодиализов в Токмакской районной больнице. Об этом заявили сами пострадавшие. Версий несколько. Главное – халатность медперсонала. Она пришла с визросвором и уже в бутылке стоял шприц. Я не знаю, промывала она их шприцом и волки, чи вина открыла новый и пришла с новым. В самой больнице уверяют, ни о какой халатности и речи быть не может. Пути заражения через оборудование. Но это все исключено, потому что у нас расходных материалов у нас достаточно. Одноразовое. А все это одноразовое. То есть системы, магистрали, диализаторы, иглы. Обследовали на гепатит и медперсонал. Результат отрицательный. Врачи говорят, опасный вирус пациенты могли подхватить где угодно. В облздраве уже создали специальную комиссию. Но выводов раньше осени можно не ждать. Это разный вирусный гепатит С. Это не одинаковый. Окончательную точку может поставить только исследование на генотипирование конкретного вируса. К сожалению, наша лаборатория данной методикой не владеет. В то же время в Минздраве вовсе не исключают, что пациенты могли заразиться гепатитом в больнице. Под час самой процедуры гемодиализу кровь не переливается. Поэтому заразиться от крови чужого донора неможливо. Но там используются материалы, которые могут быть не одноразового использования. Например, какие-то инъекции или что-то другое. В таком случае возможно заразление. Пациенты отнесли сегодня заявление в прокуратуру. Там тоже обещали разобраться. И если виновных найдут, им грозит до 8 лет лишения свободы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожская область.